Друзья, любите ли вы клубнику с солью? Странный вопрос, да? Вот и я не люблю. А приходится ее использовать, когда собираю урожай. Знаете, для чего? Каждый год только начинает у меня зреть клубника, а зреет она у меня очень хорошо. Смотрите, какие грозди здесь висят. Видите? Вот, зреет, поспевает, и на нее начинают нападать слизняки. Они, знаете вы или нет, что это такое? Это такие, как улитки без панциря. Скользкие, противные вещества. Живые, естественно. И причем нападают они на спелую, на хорошую ягоду, которую, ну, только-только надо сейчас срывать, что она уже очень хорошо поспела. Внутри сидит обязательно какой-нибудь жирный такой червяк и слопает ее. Или уже не сидит, а уже выпал оттуда, потому что осталась тоненькая пленочка. И обязательно из всей вот этой моей маленькой грядочки, из всей моей клубники, обязательно от 5 до 10 клубник мне приходится выбросить, потому что она изъедена вот этими слизняками. Я прочитала в интернете такой способ, что нужно этого слизняка посыпать солью, либо поспроить уксусом. Ну, уксус у меня в бутылочке закончился, поэтому я сегодня взяла с собой солью. Ну, конечно, слизняк погибает, но на его место приходит другой. Здесь очень сильная влага, и у нас почва такая здесь болотистая, что, ну, каждый год вот мы боремся с этими неприятными ползучими адами. Ну, как еще? В Библии так говорит, гад ползучий. Так я их называю. Так что, сегодня сколько? Три убила я с помощью своей соли. Вот это я только сегодня насобирала, это, конечно, только начало, оно только-только у меня начало зреть. Но три слизняка я уже таким образом солью посыпала. Так что, не сыпь мне соль на рану, а сыпь на слизняка. Тима вчера взял в церкви вот такое яйцо, внутри находится динозавр, мы не знаем какой. Что нужно сделать? Опустить его в воду. Да, Тима? Угу. Ну, сначала опустить стакан, и затем налить воды. И в течение трех дней мы должны ждать, у нас должен вылупиться динозаврик. Так, Эвелина, ты, наверное, бери воду. Тима, ты опускай яйцо в стакан. Давай, подожди, сначала опусти в стакан, бери яйцо. Давай. Порт инсайд. Yep. Эвелина, ты наливаешь, оно должно быть покрыто. Полетели же банки всякие. Так, оно должно быть покрыто сверху полностью. Оно потом наберется воды, потому что там есть такая дырочка. О, еще надо, видишь, чтобы оно полностью... Все, нет еще. И все, и будем ждать, и будем снимать, что у нас будет происходить. Наблюдай. Наблюдай. От 48 до 72 дней нужно ждать, чтобы вылупилась... О, часом, спасибо, доча. Нужно ждать, чтобы вылупилась у нас яйцо. Конечно же, 48 дней мы ждать не будем. Я вам хочу показать количество Тиминого лего, сколько мы говорим, много всего. И вчера он также получил нам... Ну, в церкви у нас был последний день Авана, это такой клуб, где они изучают Библию, где они играют в игры. И он получил лего в подарок. И сегодня он отдельно из этих... Одну из этих машинок он сегодня сделал. Тима, не надо. Тима, не надо, да. Ты можешь поставить. Лучше поставь, да. Это будет лучше, так будет лучше видно. Такую машинку сделаем. Сейчас я поставлю на белой, чтобы было лучше видно. Вот по этой схеме он собрал эту машинку. Собирает он уже с 5 лет. Занимается он лего с 5 лет. И в этих схемах, когда вы заговариваете, он разбирается очень легко. Вот эту машинку он собрал, наверное, минут за 40-45. Сейчас он хочет сделать что-то другое. Какую-то другую машинку он сделал из. И мы вам потом покажем. Так, сейчас мы будем его разрезать и смотреть, какое он внутри. Но я уже второй раз его пеку, поэтому я уже знаю, какое он внутри. Просто хочу показать для вас, чтобы вы видели и имели представление. Если захотите спечь, чтобы вы знали, что это такое. Он такой внутри мягкий. Начинка не твердая. Сейчас мы попробуем его аккуратненько-аккуратненько достать. Вот такой внутри. Столько много начинки и столько много теста. Вы можете сделать на больший противень, чтобы не было такое толстое тесто. Но я сделала на такое. Так что мы будем сейчас пробовать пирог. И поделимся с вами нашими впечатлениями. Так, ты пирог съел? Съел. Ну давай, делись впечатлениями. Ну вкус, конечно, непривычный такой. Сначала непонятно с чем. А вот потом... Распробовал? Да что-то мне его пробовать. Проглотил, да и все. Не, вкусный пирог, конечно, да. Советуешь приготовить? Советую. Спасибо за поддержку. Ты настоящий друг. Стараюсь. Еще одну поделку, которую сделал Тима из своего набора, который он получил в церкви. Это вот такой самолет. Он его собрал сегодня утром минут за 30, наверное. Встал пораньше, чтобы специально собрать самолет. Вот по вот этой схеме. В схемах он вообще как инженер разбирается. И яйцо, которое он тоже получил в церкви в качестве приза, уже начинает трескаться. Видите? Посмотрим, что будет дальше. Наверное, завтра оно уже лопнет окончательно. Тима, будем ждать завтра, да? Угу. Тима, доброе утро. Доброе утро. Молодец. Ну что, динозаврик наш уже вырос с тобой, да? Угу. Вон уже какой он большой стал. Он у нас вылупился из яйца. Теперь его нужно оттуда достать, помыть и посмотрим, какой он у нас получился. Пошли, Тима, мыть динозаврика, да? Угу. Тима его достает из скорлупки, потому что нижняя скорлупка, она не лопается. Верхняя только лопается. И Тима сейчас его достанет. И мы будем его... Его нужно помыть водой. И потом его нужно снова положить уже в чистую воду. И написано, что он будет расти дальше. Все, Тим, доставай его. Ну, я думаю, что это не нужно ломать. Подожди, говори. Это будет долго. Не порывай, я осторожна. Помочь? Помочь? Да. Вот такой динозаврик у нас получился. И голубь пришел с ним знакомиться. Да, что-то непонятное появилось в нашем доме. Видишь голубь? Кстати, сегодня прочитала в интернете, что голуби живут 5 лет. Он у нас живет уже 2 года. Представьте, сколько мне еще за ним ухаживать. Его кормить и все прочее с этим связанное. Так что... Ничего. Он у нас хороший голубь. Домашний голубь. Да? Дайте поблажь. Ну, больше. Да иди сюда, русишка. Привет. Не хочешь со мной здороваться, да? Най свою динозаврика. Поиграем с тобой. Поиграй со мною. Поиграй со мною называется. Ладно, друзья, не буду говорить. То, что не надо. То, что вам не интересно. До новых встреч. До новых видео. Всего вам доброго. И пока-пока. Голубь, скажи пока. Ну, куда пошел? Почему ты повернулся? Не тем местом. Скажи пока всем. Скажи пока. Игрушку заберу. Скажи пока. Молчит. Он уже высказался. Ладненько, друзья. Всем пока.